МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. 5 июня состоялась очередная, но, пожалуй, знаковая встреча Минской переговорной группы. Группы, которая занимается урегулированием проблем Востока нашей страны. Только к концу недели очень много разрозненных сведений удалось собрать в некую единую, ну и хоть сколько-нибудь понятную картинку. Итак, сразу после встречи мы услышали несколько громких заявлений. По традиции эти оценки у нас в стране разделились на понятия зрада и даже не примога, а, скажем так, отсутствие зрады. Как заявляли участники встречи, сразу после ее окончания первой темой стал обмен пленными, включая освобождение украинских моряков. Тут не прозвучало ни сроков, ни схем. Второе. Это прекращение огня. Представитель России Грызлов сказал, что готовится новое соглашение о перемирии. Документ должны будут подписать 19 июня. Эту информацию подтвердил Леонид Данилович Кучма. Третье. Договорились определить сроки разведения сил в станице Луганской, которая должна начаться 10 июня. Это, скажем таки, понятные вещи, ясные и четкие. Кроме этого, прозвучало еще два тезиса. Это снятие блокады с Донбасса, которое якобы предложила Украина, и запрет отвечать на обстрелы, тоже якобы прозвучавшие из уст Леонида Кучмы. Первые три темы я бы назвал техническими. Важными, но техническими. А вот снятие транспортной и вообще любой экономической блокады плюс тезис без выстрела в ответ могли бы стать поворотом в переговорах. Хорошим или плохим требуют отдельные аналитики, но поворотом. Первое. О снятии транспортной блокады начали говорить не украинцы, это важно, а представители боевиков. А вот тут ничего нового. Они этого хотят и давно. И никто из украинской группы переговорщиков или официальных лиц не подтвердил готовность к снятии блокады. Леонид Кучма лишь заявил, что проблема действительно обсуждалась, но он ее не поднимал, только комментировал. Что касается тезиса о «не» введении ответного огня, тут сложнее, слишком много домыслов. Пока приведут только заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Менбель. В частности, она сказала, что Кучма действительно отвез в Минск некий план действий, но его пока никому не покажут. Пока это значит до того, как план не всудят и не утвердят с другой стороной. И уже согласованный с Российской Федерацией и все водореспубликами, план должны будут потом вычитать еще и партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция. А вот до этого момента полный маячок. Из цитат приведу следующую. Относительно вопроса дорожной карты от президента, относительно минских переговоров, мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы блокировались с другой стороной. Конец цитаты. И далее она сообщила, что засекречивание инициатив на сегодняшний день – это вопрос безопасности. Из всех этих данных лично для себя я вынес два вывода. Первый. Прорыва не произошло. Нет ни зрады, ни перемоги. Рабочий процесс и домыслы – вот что мы видим. Но вполне вероятно, на следующей встрече, то есть 19 июня, нас могут ждать изменения. В общем, сегодняшняя программа, по большому счету, получилась такая себе новость об отсутствии новостей. Поэтому на сегодня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова